В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В Видновской клинической больнице ввели в работу новое медицинское оборудование – магнитно-резонансный томограф. Так много возможностей с появлением замечательного нового современного оборудования. Итоги конкурса – мой снежный округ. Интересная очень была тематика. Не сложная, но достаточно интересная. На трассе Казачий дозор прошел очередной этап гонок на выживание. Сейчас смотрим, что конкретно сломался, был сильный удар в эту сторону. В Видновской клинической больнице ввели в работу новое медицинское оборудование – магнитно-резонансный томограф. Аппарат закуплен в рамках национального проекта здравоохранения. С его помощью исследование станет более доступным для жителей. Все подробности в сюжете Юлии Стаферовой. В рамках национального проекта здравоохранения Видновскую клиническую больницу закупили новый магнитно-резонансный томограф. Покупка МРТ-оборудования позволяет клинике перейти на абсолютно новый уровень. Сделает наш город гораздо здоровее. Мы меньше будем болеть. Мы реже будем уходить на больничные. А это значит, мы работать будем еще с большим энтузиазмом. Как много возможностей с появлением замечательного нового современного оборудования в нашей Видновской клинической больнице. Магнитно-резонансная томография – метод исследования внутренних органов и тканей. На современном аппарате пациенты могут проходить диагностику органов брюшной полости, малого таза, позвоночника, конечностей, суставов, головного мозга, не покидая стен больничного корпуса, что очень удобно при прохождении лечения в стационаре. Для того, чтобы пройти обследование на аппарате МРТ, нужно направление от лечащего врача. Все как обычно. Сначала нужно записаться к доктору. Доктор назначает определенный вид исследований, определенную зону исследования. Ну и дальше записывать ячейку, и дальше можно проходить исследование. Современный аппарат обладает встроенной системой шумоподавления. Весь процесс полностью автоматизирован. Результаты обследования видит врач и лаборант на мониторе компьютера. Перед прохождением МРТ пациент должен проконсультироваться с врачом-рентгенологом. Первое, когда приходит к нам пациент в кабинет, первое, что мы спрашиваем, это анамнез пациента, его жалобы. Это основное, на что мы ориентируемся в работе с пациентом. А затем спрашиваем о противопоказаниях к исследованию. Основными противопоказаниями это и является наличие металлических предметов в теле. Спицы, стенты, шунты, кардиостимуляторы. Необходимо удостовериться, что именно в теле пациента металлических инородных предметов нет. Новое и современное оборудование помогает медицинскому персоналу правильно поставить диагноз и назначить соответствующее лечение. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Московская областная дума приняла закон о предоставлении ежемесячных выплат на аренду жилья учителя. На эти цели в 2024 году предусмотрено выделить порядка 2 миллиардов рублей. С февраля учителя Подмосковья смогут подать заявление на получение 20 тысяч рублей ежемесячно. Подобные меры поддержки уже действуют в регионе для медицинских работников, арендующих жилье. Для привлечения специалистов в сферу образования также выстроен комплекс дополнительных мер поддержки. А именно выплаты молодым специалистам, доплаты за классное руководство и по результатам ЕГЭ. Порядок и условия оформления выплат будут установлены постановлением правительства Московской области. Заявление можно будет подать на региональном портале госуслуг. Сегодня у нас в гостях участник специальной военной операции Сергей Морозов. И мы поговорим о том, как проходит служба у наших бойцов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, расскажите, пожалуйста, вы сейчас находитесь в отпуске, да? Когда возвращаетесь обратно? Да, я сейчас в отпуске. Отпуск заканчивается завтра. Послезавтра обратно в часть. По месту постоянной дислокации это город Нарфаминск. И, скорее всего, уже послезавтра обратно в Украину. А сколько вы уже находитесь в зоне СВО, когда были мобилизованы? Мобилизован я был 27 сентября. И с 23 октября 2022 года я нахожусь на территории Луганской Народной Республики. А как часто вы приезжаете в отпуск? Ну, получается, за полтора года это третий. Сергей, вообще расскажите о ситуации. Что необходимо бойцам? Может быть, гуманитарная помощь вообще в чем они нуждаются? Ну, гуманитарная помощь к нам регулярно поступает. Снабжение в последнее время намного лучше стало. Письма от детей, от школьников получаем. Письма для нас очень важны, потому что мы просто зачитываемся этими письмами, так как понимаем, что молодежь, которая эти письма пишет, они понимают обстановку в стране. Они поддерживают бойцов. То есть это моральная поддержка? Это очень хорошая моральная поддержка. То, что детей этому сейчас учат. И этот кластер не остается обделенным, так сказать. Жители округа также собирают какие-то вещи, продукты. Как считаете, что больше нужно? Ну, все зависит от обстановки. Допустим, в зимний период теплые вещи нужны, потому что погода, допустим, в Луганской республике очень нестабильна. 31 декабря просто грязь, лужи были. Ночь новогоднюю, снег пошел, хоть немножко подморозило, уже полегче. Даже передвигаться, а то выходишь из блендажа, и можно по колено провалиться в эту лужу. Но, опять же, сильно с теплыми вещами тоже не угадаешь. Утром может быть минус пять, к вечеру до плюс двух. Поэтому тоже стараемся так утепляться, когда холодно. Чтобы не болеть, не простужаться. Сейчас повезете обратно уже что-то необходимое? Может быть, какие-то ваши друзья там что-то заказывали? Да, там уже машина практически полностью загружена. Меня супруга везет до границы. Там ребята уже будут встречать на границе. То есть и теплые вещи, и что-то ребята попросили подкупить. И когда свободное время выпадает, спортом занимаемся. Вот новые гантели купил, сейчас ребятам повезу. То есть пока вот находимся на одном месте постоянно, спорт, уголок себе оборудовали в лесу. То есть выпадает свободная минута, когда не работаем, обстрелов нет, то занимаемся спортом, чтобы хоть чем-то себя занять. Спасибо большое, Сергей, что пришли к нам в студию и уделили время. А я напоминаю, что у нас в гостях был Сергей Морозов, участник специальной военной операции. Рев моторов, крутые виражи и столкновения. На трассе «Казачий дозор» в горках развернулись настоящие гонки на выживание за титул самого быстрого и ловкого гонщика. За ходом соревнований следила Инга Янчук. Пилоты гонок на выживание в большинстве своем – это люди, которые вовлечены в автокросс с самого детства. Многие участвуют в заездах долгие годы и часто занимают призовые места. Хотя в первую очередь ими движет не победа, а любовь к гонкам. Люблю гонки с детства. Почему? Ну просто это как вот любишь маму и вот любишь гонки. Ну это такая бескорыстная любовь, в которой она вот… Ты там всю денежку тратишь, нервы тратишь, нервы своих близких тратишь. Но вот приезжаешь сюда и внутри все переворачивается и все классно. Я с детства занимался с 10 лет. Поэтому можно сказать, что я всю жизнь отдал автоспорту. Контактные гонки – это единственный вид спорта, где сталкиваться с другими участниками не только можно, но и нужно. Это добавляет соревнованиям непредсказуемости и особой остроты на поворотах. А болельщики неизменно требуют хлеба и зрелищ. Чтобы выталкивали, переворачивались. Мы же ждем это от них, от участников гонок. Ну и естественно, чтобы до финиша побольше пришли машин. Заезды проходят в два этапа. Квалификационный, где пилот за три заезда должен набрать максимальное количество баллов. И финальный, где победитель выявляется в порядке выбывания. Во втором этапе 2024 года приняли участие 15 гонщиков. С минуты на минуту за моей спиной начнется настоящая битва. Долгое время чемпионы готовились к заезду, и вот уже их машины стоят на старте. Пожелаем удачи каждому. В 15-минутном перерыве между первым и вторым заездом пилоты проверяют технику, доливают бензин и проводят техосмотр транспорта, чтобы вступить в новый этап с новыми силами. Сколько литров бензина обычно заливаете на гонке? Ну, бак где-то около 20 литров, плюс доливаем по мере необходимости. Я эвакуирую автомобили просто, которые сходят с дистанции. Часто сходят? Бывает. По одной-две машины после заезда. Так пришлось эвакуировать транспорт Дмитрия Черкасова, представителя Ленинского городского округа, на гонках. В ходе первого заезда машину вытолкнул на обочину, после чего в нее пришелся удар другого болида. Надежда Дмитрия теперь починить транспорт до утешительного заезда. Сейчас смотрим, что конкретно сломался, был сильный удар в эту сторону. Сейчас и разбираемся. Надо несколько минут, чтобы прояснить. Для Вячеслава Красноноса первый заезд прошел более успешно. Пилот доволен результатом и готов двигаться дальше. Его машина перед вторым заездом прошла общий техосмотр. Как прошел для вас первый заезд? Ну, в общем, неплохо. Не помню, каким пятным, четвертым приехал. Как бы для меня это неплохо. Гонки на выживание – это драйв и адреналин, как для участников, так и для болельщиков, которые следят за разгорающимися баталиями. Клубы снежной пыли, яркое солнце – все это такой драйв. А особенно еще, когда добавляется вот этими взрывами при старте и при финише, это вообще потрясающие эмоции. Я всех приглашаю к нам на трассу «Казачий дозор» в деревне Горки, потому что таких ярких эмоций редко где можно получить. По итогам гонок в финал вышли Алексей Хаметов, заняв третье место, Андрей Березкин, получивший серебро, и Антон Рыжиков, завоевавший золото. На 2024 год запланировано 10 этапов, поэтому участники еще не раз покажут свой профессионализм. Следующая гонка состоится уже 4 февраля. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Телеканал «Видное ТВ» вместе с сообществом «Нежный бизнес» проводил праздничный конкурс «Мой снежный округ». Для участия необходимо было сделать фотографию или видео зимних городских пейзажей и отправить на почту. Победительницей стала видновчанка Анна Гончарова. Для вручения призов мы пригласили ее в редакцию телеканала. Поздравляем тебя и твою маму за то, что вы стали победителями нашего конкурса «Снежный округ». Желаем вам успехов в дальнейшем, если вы будете еще принять участие в наших новых конкурсах. О конкурсе Анна узнала от классного руководителя своего сына Глеба, учащегося видновского художественно-технического лицея. Интересная очень была тематика. Не сложная, но достаточно интересная. Поэтому мы решили принять участие и выполнили все условия. Семья Гончаровых очень активная и творческая. Мама с сыном любят фотографировать природу и улицы родного города Видное. Это была фотография нашего любимого места с небольшим рассказом о нем. Почему мы его выбрали и почему мы решили его показать. Это действительно уникальное место. Рядом с церковью Георгия Победоносца. Это центр. Там горит вечный огонь. Там невероятная красота. Это оформление, украшения. Призы для победителей приготовили спонсоры конкурса. Триумфаторы получили сладкий букет из зефира от кондитера Анастасии Трегубовой и цветы от салона Pink Snow Flowers. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.